Армянские СМИ и их прармянские коллеги в мировом информационном пространстве явили новое яркое доказательство своего в кавычках высшего пилотаженности Зелжи и одурачивания доверяющей им публике. Их в кавычках «честность» была проверена админами телеграм-канала «Без масок» на примере деятельности известного прислужника армянской пропаганды, российского, с позволения сказать, журналиста и военного эксперта Семена Пегова, автора телеграм-канала «Варбонза». Попав в засаду в виде фейковой новости о якобы прибытии в Бакинский аэропорт из Афганистана нескольких партий беженцев, Пегов запустил ее в интернет-пространство, даже не подозревая, что она станет проверкой для его профессионализма и морального облика. Причем без малейшего зазрения совести он сопроводил фейк-фантазиями на тему о планах азербайджанских властей расселить афганских беженцев в Карабахе, о том, что, дескать, к данным действиям главу Азербайджана Эльхама Алиева принудил турецкий президент Реджеп Таиб Эрдоган. Перо этого профессионального дезинформатора прославилось в период 44-дневной войне сенсационными сообщениями откровенно анти-азербайджанского характера. Что и неудивительно, если иметь в виду влиятельных персонажей российских медиа армянского происхождения, уже давно превративших их в отчину оголтелой армянской пропаганды. Однако в случае с афганскими беженцами, прибывающими в Бакинский аэропорт, Пегов был пойман, что называется, с поличным. Он даже не удосужился разобраться в непроверенной информации, которая в действительности касалась паспортного контроля большой группы афганских беженцев в аэропорту Вашингтона. Пегов позорно угодил в ловушку, в которой, помимо него, оказались и многие его коллеги по стану лживой армянской пропаганды, включая как сами армянские, так и отдельные российские СМИ. Таким образом, смелая задумка телеграм-канала «Без масок» окончательно сбросила маски с прикидывающихся идейными борцами за армянское дело Пегова, котенка и многих подобных им профессиональных врунов. Баджарана Джангурбан Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.